Обман Ничто никогда не было так далеко, как сейчас это небо. Ничто никогда не было так далеко, как сейчас это небо. Мир полнится ложью, мир в хитрой усмешке, мир обещает счастье. Замедлился шаг, улыбка устала, стоп! Вопли зубы и рот выплюнул груз, словарный запас, любовь, религия, родина, славный товар. Страх, лучший предохранитель твоего огнестрела. Нет будущего. Пряся, дрожащая тварь! Мои ли это слова? Да какое вам дело? Ничто никогда не было так далеко, как сейчас это небо. Мне говорят, мы, каждый, в своем одиночном плену. Хуй вам! Хуй вам! Хуй! Ну, покинутый кокон, я волен дальше себя идти, дальше себя создавать, дальше себя любить и наблюдать, как струится. Яблочная, бесконечная, солнечная дорога, яблочная, бесконечная, солнечная дорога. Вдоль фонилии мои больно лица и дети. Клянусь, я рад, что тебе проиграл. Нет, 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 сейчас критика, пока еще мы не голосуем. Начнем мы со всего того локоламского. Я сейчас, что тебе проиграл. Свежая кара. Вау! День. Свежая кара. Это, может, все? Вау! Это все! Это круто! Свежая кара. Свежая кара. Твои слова. Ребята, идите, пожалуйста, куда он. Ой, главное без жизни. Ой, главное вообще. Свежая кара. Свежая кара. Да, я скурил. Я скурил? Да ладно, я просто уже угораю на цемь. Вы все сказали? Все, вот извинись, пожалуйста. Если там все сказали, я просто не люблю перебивать. Я думаю, что все, как бы... Что я хочу сказать? Я скажу одно, что независимо от того, что там скажут другие усиленные жюри, я скажу, что вот это, потому что... Нет. Как говорил... Сейчас я сейчас скажу. Во-первых, как я понимаю, это была песня, это... Будущее. Ну, здесь заметно, что она именно как песня уже сейчас готовится, потому что даже если это стихи... Точнее, если это текст песни, текст песни это всегда не стихи. Есть стихи, которые становятся песней, есть текст песни. Если это задумывается как песня, это изначально текст песни. Текст песни это не стихи. Если бы это было стихотворение, которое случайно легло на музыку, вот тогда да, это стихи. Это одно. Во-вторых, я вообще, как мне в прошлом... На прошлой встрече нашей сказали, что мне бы жить в 19 веке, я придерживаюсь классического написания. И в классическом написании... Вот многие заблуждаются, говорят, что должен быть там размер, ритм, да, вот. Но главное в ритме и в размере это ударение. Когда ударение ставится на один слот не туда, просто слетает. Я сам этим страдаю, я не вправе кого-то учить, у меня есть такие моменты, да, вот. Вроде как не в размер, а ударение, а ударение все выравнивает. Не услышал рифму, я не понял, как-то все запутано. Это не классическое. Абсолютно не классическое. Поэтому я и высказываю свою точку зрения. Мат в тихах. Да, я люблю пошутить, да, я люблю сам поматериться, потому что, как гласит народная мудрость, с ранних лет, если ребенок растет в русскоязычной среде, он, хочешь, не хочешь, будет идеально знать русский мат. Потому что русский мат это совершенно другой язык, и это часть русского языка, как ни крути, это не выкидешь. Это ударение у него именно. На самом деле с рейкостью все равно. Нет. У него в стихии это ударение. Да, вам пока говорить все. Я к чему говорю, да. Я говорю это к тому, что если ты пришел здесь участвовать в конкурсе, я не знаю, вот если бы тебе пришли домой в гости, иначе бы просто, вот ты их такой встречаешь, да, вот тебе хотят, хочется вот кого-то увидеть, такой радостный, а тебе такие. Мне вот это неприятно. Мне это неприятно. Хорошо. Мне это неприятно. И, знаешь что, если ты сюда пришел, будь любезно слушать то, что тебе говорят, и не делать вот так. Нет, я слушаю. Тогда не хрен сюда приходить и читать, если ты не хочешь слушать жюри. Я все сказал, вот, все. Спасибо. Я тебя понял, я прослушал фричи. Согласен, все хорошо. Игорь Грай. Ну, Александр, здесь вот в чем дело. Конечно, отлично читаешь, отлично. Но это заставляешь слушать зал себя. Это очень важно. Но ведь Стас Михайлов тоже заставляет слушать зал себя. Когда ты сказал... Когда ты сказал, у тебя была фраза, мои ли это слова. Дело в том, что там столько слов у тебя было в этих стихах, в которых ты... Я тысячи раз слышу слова сочетаний, которые такие штампы, что... Ну, это невозможно. И когда самое яркое не по смыслу, а по звучанию в стихе слова хуй, то в стихе нихуя нету. Ну, янки, кстати. И одним хером поэзия не делается, понимаешь? А ты сделал упор на это. Ну, поэтому... А какие конкретные слова сочетания? Нет, брат, у тебя случайно-то получилось? Или ты делал упор на стихе? Ну, не стихи как-то еще. Экстром там и... Ребята, извините, вас здесь не слышно. Ни Александра, ни вас. Мы после отойдем до обсуждения зала. Сейчас говорит Игорь. До мнения зала мы отойдем. Давайте дайте мне договориться. Просто я говорю о том, что нужно слышать. Ну, меня тебе слышно? Да. А он не слышит жюри. Ты его можешь не слушать. Алексей, отличный поэт. Понятно. Я не слышал Александра, что он отвечает. Александр не должен отвечать. Он ответит в конце стихотворением. Он не вступает в полемику. То есть такое впечатление, что я это стихотворение слышал уже раз в двух. Вот. Мне это нужно сказать. Хотя, хотя потенциал у тебя, безусловно, есть. Но сегодня это неудачно. Вот сегодня это неудачно. А то, что у тебя есть потенциал, и что ты делаешь, то просто сегодня неудачно. Значит, да? Спасибо за мнения, Игорь. Ленину слава! Сейчас, перед тем, как мы перейдем к следующему члену жюри, пока еще ничего нельзя. Прежде чем перейдем к следующему члену жюри, напомню, что мы находимся в Чайковском. Здесь мат запрещен. Поэтому и члены жюри, и выступающие, ну, вот так. Почему я не сказала раньше? Да, не помню свое мнение. Я вот хочу вруцать такую фразу. Как говорил, вот это моя любимая из всех фраз по поводу русского мата, это, как говорил великий лингвист Бодоэндрюх Танет, слово жопа не менее красивое, чем слово генерал. Все зависит от употребления. В данном случае это омерзительное употребление слова, которое можно использовать по-другому. И зарифовать по-другому. И смысл придать иной. И когда люди не заметят даже, что это был мат. Данни Фокс. Ну, мое мнение, да, для начала, назначено, да. Я поясню, почему. Потому что при всем уважении к классике, к луталандскому частности, мне не прийти слово хуй в стихе. Вот он мне, вот, вот, мое мнение, я повторюсь, это исключительно мое мнение. Он всей последовательности готовил к тому, что сейчас будет упор именно на что-то подобное. Я ждала. Ну, я не вижу ничего плохого. Что я увидела плохого, мне действительно мешало. То, что это... Ну, это фильм, что это песня. Нет, мешало. Ну, нет, что вообще. На счет штампов ты можешь что-то добавить? Нет. Просто нет. Нет, мне интересно, это новый, абсолютно новый текст. Мне интересно сказать. Мы не отвечаем, мы отвечаем стихотворением, Сашенька. Потом вы обсудите все. Это никто, я. На критику мы отвечаем только стихотворением. Нет, я не отвечаю, я интересуюсь. Михаил Татарский. Саш, привет. Привет. Смотри. То, что тебе говорят, ребята, оно отчасти верно, отчасти неверно. Я объясню, почему. Это в том плане, что ты используешь очень простые игры. И при всей сложности концепции, при всей сложности того, что ты выдаешь, получается, что ты при этом не может какие-то очень обыденные вещи. Это нормально для песен. И это херово на стихотворение. И что я от тебя вот хочу в следующем стихотворении услышать, ну, во-первых, чтобы тебе было попроще, я, разумеется, за тебя, ты догадываешься, ваше. Но самое главное, что я хочу услышать, я хочу услышать тебя, вот того сумасшедшего человека, которого я слышал очень часто, у которого потрясающие образы, потому что в этом стихе тоже, ребята, правы, мало чего-то, за что прям цепляется голова и хочет вертеться дальше. Степаня Данилова. Я начну с Бажелуи строками из Пушкина. Федрон ты жирный свой подтираешь каленкором. Нет, не адресовано к тебе, но это доказывает то, что офсенная лексика употреблялась из века в век поэтами, классиками Кушкиным, Есениным, Маяковским, Бродским и всеми. И то, что здесь было вот это вот слово, это нормально. Это было крещенное стихотворение. То есть я сама иногда извинюсь грешу такими словами в стихах, очень редко, но если уже вообще край. Здесь такая тема, что в принципе запустимо. Из минусов. Ну реально, мало у тебя новинок, пока что мало. Ты хорошо используешь рефлеер. То есть берешь слово и берешь там фразу какую-то, наподляешь два-три раза и речи передаешь в разные смысловые отделения. Слово воплезуба, если я правильно рвула. Поняла, здесь мне понравилось. То есть, нет, мне нравится, потому что ты, понимаешь, что я более рта и воплезуба находятся именно в нем. И у тебя манера своеобразная. Знаешь, если я не думаю, что мне нравятся твои стихи, но за манеру я тебе сделала, как учусь. А почему я тебя буду критиковать, чтобы я хотела тебя, потому что в ответе это ритм. В качестве, ну, постарайся, пожалуйста. Потому что поэзия тут изящное искусство, вот ты уже апсет оливский. Ладно, один разум. Вот чтобы без маныша, то следующее играть. Почитай про листы. А вот я... Я хочу сказать, что можно? Вот сеть начала, что поэты начала перечислять имена. А если бы передо мной на сцене стоял Пушкин и кричал это слово во всеуслышание, или Есенин и кричал это слово. А Есенин накричал. Если бы он стоял вот здесь сейчас передо мной, я бы встал и поаплодировал. А это не Пушкин и не Есенин. Пока что. Вот мы это сделаем. Саша, скажи, пожалуйста, а ты мог бы обойтись без абсценталекции? Да первый раз всего, первый раз. Нет, все же... Ребят, ребят, подожди, подожди, подожди. Могу обойтись, подожди. Ты мог бы заменить... А. Нет. Заменить это слово или оно было важно? В этом стихе это... ...принципиально. Это принципиально конкретно здесь. Здесь конкретно это принципиально. Вот, господа, я прошу уточнить, что конкретно в этом произведении автор хотел уточнить. А я в этой лексике хочу сейчас сказать один момент. Не Есенина, не Пушкина, не какая-то... Север, 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 можно я договорю? Кого-нибудь углевать. То есть ты настаиваешь, что конкретно в этом твоем произведении это уместно. Это мнение автора. Прошу это учесть. А я же не знаю. А я же не знаю, что Есенина и Пушкина в этом нет. Нет, здесь дело не в этом. Я сам каждый год считаю Есенина. Здесь дело в другом. Я люблю его больше всех. Есенина. Я всегда с этим понимаю. Есть и другой подход. И другой подход. Если бы вот этот автор, который стоит в Север, если бы Романсова, его стихи пел «Русский народ», мне было бы абсолютно наплевать это одно, это слово. Ну, когда Романсова его стихи пел «Русский народ», то ты знаешь про то, что будет через 70 лет. Ну, я говорю про то, что сейчас. Матерился и Есенин, и Пушкин, и Бронский. Все поэты... Дамы и господа, завершаем эту полемику. Но это не дает право всем ругаться. Ну, красиво. Завершаем полемику. Завершаем полемику. Может быть, поэтом можешь ты не быть, но каким еще не можешь. Поэтому, поэтом, можно отзыв. Позже. Сейчас Александр пытает ответ на критику.